Автор Сергей Стельмах Компания DarkTrace, которая применяет для выявления и реагирования на киберугроз и самообучающий искусственный интеллект, выпустила отчет с описанием текущей ситуации на рынке. В нем говорится, что в случае, если хакерам удастся приручить ИИ, то они получат совершенный инструмент для проведения кибератак. В целом, эксперты оценивают ситуацию на рынке как непростую. Пользователи и корпоративные организации страдают от проведения массовых атак, начиная с применения относительно простых зловредных скриптов, более сложных целевых атак и крайне сложных атак, которые осуществляются силами специальных государственных киберподразделений и профессиональных хакерских группировок. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что заложенных в ИИ возможностей достаточно для того, чтобы в будущем нарастить губительный потенциал кибератак. Компания задокументировала три случая проактивных угроз, которые были обнаружены в течение последних 12 месяцев, и смоделировала сценарии нападений на сети с применением искусственного интеллекта. Директор подразделения проактивного поиска и обнаружения угроз Darktrace Макс Хайнемайер ожидает, что вредоносное ПО с внедренным в него искусственным интеллектом научится имитировать поведение людей при помощи контекстуализации, то есть менять поведение, руководствуясь текущей ситуацией. Одновременно с этим стоит ожидать, что в руки профессиональных хакеров попадут ИИ-импланты, которые усложнят их обнаружение и усилят атакующий эффект, отметил он. Троянская программа TrickBot Первая атака, которую проанализировали эксперты, связана со случаем нападения на юридическую фирму, которая стала жертвой фишинговой компании, приведшей к ее заражению TrickBot. Это Троянец, который эксплуатирует уязвимость в Windows Eternal Blue и нацелен на банки и другие финансовые учреждения. Вредоносную программу продолжают усовершенствовать, оснастив ее модулями для инъекций, зловредных компонентов, обработки данных, механизмами блокировки и опускации, средства запутывания кода. Одна из модификаций TrickBot сумела заразить 20 сетевых устройств. И для ее деактивации и устранения следов ее деятельности потребовалось провести сложные процедуры очистки. Эксперты обнаружили в программе модули Empire PowerShell, которые применяются для проникновения на компьютер жертвы после заражения. Как ИИ изменит троянские программы DarkFace считает, что со временем обогащенная ИИ вредоносное ПО научится самостоятельно распространяться, выискивая любые возможные уязвимости для компрометации сети. Представьте себе атаку червя типа Ванна Край, который бы вместо выбора одной формы бокового смещения, например, эксплойта EternalBlue, самостоятельно определял целевую среду и соответственно выбирал методы проникновения, призывает компания. Например, ИИ-программа может понять, что ее нацелили на уже исправленные уязвимости и провести атаку методом подбора еще неисправленных, которые задействуют Keylogging и другие методы, доказавшие свою эффективность при проведении целевых атак. Особую опасность ИИ зловредом придает тот факт, что они могут сидеть в засаде, учиться, подбирать техники атаки, но делать все это без участия серверов команд и управления. Программы-двойники В качестве другого примера специалисты Darktrace описывают механизм заражения программой-двойником. Она была обнаружена в устройстве одной из компаний, которая предлагает коммунальные услуги. По их словам, этот вредоносный софт заметал следы при помощи разнообразных тактик, в том числе обфускации, и был загружен в сеть компании из Amazon S3. Установка была произведена при помощи фальшивого SSL-сертификата, а трафик проходил через порты 443 и 80, поэтому стандартные элементы управления безопасностью его не выявили. Как показала дальнейшая разведка, на основе открытых источников целевой бэкдор применил альтернативные методы маскировки, снижающие вероятность обнаружения в чужеродной среде. Двойник и искусственный интеллект Аналитики Darktrace не исключают, что искусственный интеллект будет содействовать дальнейшей адаптации программ-двойников в различных окружениях. К примеру, если троянские программы будут обходить антивирусы, имитируя поведение клиентских программ, то внедренный в двойник искусственный интеллект сможет скрывать свое присутствие за счет имитации доверенных элементов системы. В результате, искусственный интеллект не будет угадывать, когда проходят бизнес-операции, он будет знать это наверняка, он сможет понять, какая коммуникация в сети пользователей являются доминирующей — Windows или Linux машины, какие каналы связи он задействует — Twitter или Instagram — и смешаться с этим окружением. Маломощные и медленные атаки Искусственный интеллект может обеспечить канал не только для крайне быстрых, но и маломощных и медленных атак. Третий пример заражения связан с компанией, которая занимается медицинскими технологиями. Особенность ситуации заключается в том, что ее данные уводились хакерами на протяжении длительного времени и столь крошечными пакетами, что они не превышали пороговых значений объема данных, допустимых инструментами безопасности. Анализ вторжения показал, что множественные подключения к сети компании осуществлялись с внешнего IP-адреса, при этом передаваемый пакет данных на каждый канал не превышал 1 мегабайт. Таким образом, хакерам за относительно короткое время удалось похитить 15 гигабайт информации. Злоумышленники сумели украсть имена пациентов, адреса и истории болезни. Искусственный интеллект сможет выступать в качестве инструмента, анализирующего скорость передачи данных и прогнозировать, как на эту активность будут реагировать решения безопасности. Искусственный интеллект также сможет избавить хакеров от практики жесткого кодирования, встраивания данных непосредственно в исходный код программы или другого исполняемого объекта, высчитывая взамен безопасный для кражи объем данных, время вторжения и способы обхода антивирусов. Кибератаки с задействованием ИИ вполне реалистичны. С одной стороны, мы видим, что характеристики существующих вредоносных программ постоянно совершенствуются, с другой, что специализированный ИИ учится понимать контекст на лету. Комбинация этих факторов означает для индустрии кибербезопасности сдвиг парадигмы. Устаревшие инструменты уже не смогут защитить компании перед лицом таких серьезных угроз, как черви-вымогатели. Единственное, что может противостоять ИИ киберугрозам – сдерживающий оборонительный искусственный интеллект. Как только джинн выйдет из бутылки, его уже не вернуть обратно, считает Хайнемайер. Сергей Стельмах Лично я считаю, что киберугрозы реально и существуют. Поэтому все эти переводы на разные пластиковые карточки, на разные базы данных, на бесконтактные платежи, а тем более электронные платежи, до добра не доведут. Посмотрите, как безмозглые хомячки радуются в магазинах. Ах, я поднесла телефон, и он у меня заплатил. Да, для пользователя это все удобно и просто, но с таким же успехом скоро у людей будут воровать деньги. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.